Здравствуйте, друзья. Нелегитимный. Поздравляют с днём флага. В тот момент, когда ВСУ поднимает украинский флаг над очередным захваченным населённым пунктом Курской области, Лебедевкой. Хочу напомнить, что сегодня мы чествуем наш государственный флаг, который наряду с гимном и с гербом страны является одним из основных символов нашего государства. Когда-то юный царь Пётр I вышел с ним в Белое море и потом на протяжении веков под Триколором наша страна укрепляла своё могущество, становилась великой мировой державой. Так по-путински рассказывать о величии мировой державы, когда в Курской области украинская армия сбрасывает со зданий российские флаги. Становилась великой мировой державой. Наши войны, наши герои Отечества столетиями под этим знаменем защищали нашу Родину, наш народ. Так же, как это делают сегодня в зоне боевых действий героя нашего времени. Триколор объединяет всё государство, всё общество. Это важнейший символ российской государственности. Я хочу и вас, уважаемые коллеги, и всех граждан страны поздравить с этим праздником. Атмосферу праздника лицо Путина передаёт идеально. Командир батальона... Командир батальона Ахмат. Вместо того, чтобы ехать защищать Курскую область, фотографируется с прохожими. Родственникам срочников отправить не забудь, которые ждут, что 18-летних пацанов вот-вот отправят домой, потому что вместо них будет сражаться на фронте батальон Ахмат. Передаю привет жителям Курской области, которые эвакуировались и в спортзалах сейчас живут. Это мы, ваши защитнички. Вы нас узнали, у нас все хорошо. Противник остановлен. На этот раз противник конкретно уже остановлен. Мы полностью остановили движение противника. Ситуация находится под нашим контролем. Ну, такой человек, я подписан у него на канале, это такой человек, который внушает доверие, и очень я верю в него. И устал? Ничего страшного. Фотографироваться не воевать. Самое главное на глаза в СО не попасться. Глава администрации Пролетарска. На фоне дыма от горячей нефтебазы, которую они могут потушить уже пятый день, говорит, что, вопреки слухам, люди из города не бегут. С воскресенья, с прошлого, мы живем в несколько новых реальностях жителей нашего города. Живем с учетом того, что у нас, буквально на окраине нашего города, горит топливохранилище, которое загорелось в результате попадения нескольких беспилотников. На сегодня, что хотелось бы отметить, вопреки каким-то слухам, что бегут люди из города, никто никуда не бегит. Никто никуда не бегит. Чуть на украинский не перешел. Переволновался просто. Глава Пролетарска. Ситуация, на самом деле, стабильная в городе. Ежедневно делается дважды в день замеры Роспотребнадзора. Пятый день так и не потушить нефтебазу. Это тоже своего рода стабильность. Посему, как бы, и мер реагирования в плане какой-то эвакуации на сегодня не принимается. Главное, поувереннее опускать глаза перед собой в пол, и никто ничего даже не заметит. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Курская область. Сегодня была тревога, и люди вынуждены были стоять на улице, потому что укрытие, которое установили вчера, уже загажено, и невозможно в нем находиться. Слушайте, как этот Байден вообще все успевает, а? Жители Суджи рассказывают, что украинская армия старается им во всем помогать, а вот свои российские чиновники кинули их и разбежались. Мне кажется, что вас просто кинули. А мы уже давно это поняли, что нас кинули. Мы никому не нужны. Ну, судя по тому, что украинские войска тут вам помогают. Да, спасибо, они все молодцы. Молодцы. Клик нам, и воду, все готовы. Молодцы, ребята, хорошие все. Такие доброжелательные. А что думаете об украинских военных? Вот они сейчас с вами послушают. Я не ожидала, правда, что такое отношение будет, но ребята молодцы. Им большое спасибо. Они и на Новогоду спрашивают. Что думаете о происходящем? Что думаете о происходящем? Ужас. Я вообще не ожидала, что такое. А когда война в Украине началась, что думали? Ну, неправильно все это. В мире надо жить, а не войне. Такое впечатление, что ваше руководство вас просто кинуло. Да, так и было. Внимание! 26 августа в 12 часов дня пройдет встреча с кандидатом на пост губернатора Курской области. Во время встречи состоится розыгрыш призов. Розыгрыш призов состоится во время встречи. Раздача гуманитарной помощи и автограф-сессия. Курская область. Матери срочника посоветовали спрятать свои эмоции куда подальше. После этого вы хотите, чтобы к вам срочника поздравляли на службу? Мальчики шли. Девушка, понимаете, вы мне такие вопросы задаете, на которые я не отвечаю. Давайте как-то эмоции свои спрячь подальше. Наши дети ничего не достают. Это просто дам. Хочу обратиться к молодым людям, к молодым мужчинам, кого ждет призыв. До сеннего призыва осталось совсем-совсем немного. Поймите, с огромной долей вероятности вы попадете на войну в Украину. Или на войну с Украиной в Россию. Теперь уже это новая реальность. Новая пройденная красная линия. И хочется вам убирать за эту власть, за эту систему. Зачем вам это нужно? Спасайте свои жизни, пока не поздно. Уезжайте из России, пока можете это сделать. Сотрудники ИК-19 захватили исправительную колонию. Потребовали вертолет и 2 миллиона долларов. Из всего, что требовали, получили только по 9 граммов свинца.